Ребят, всем снова здравствуйте. Записываю седьмой урок, в котором хотел бы с вами обратить внимание на стрельбу. Вы сейчас скажете, что мы ее уже делали. Зачем ты нам показываешь это второй раз? Нет, ребят, я вам не показываю это второй раз. Я бы хотел вам показать, как можно сделать стрельбу более... Ну, на констракте нельзя назвать это более реалистичной, но чтобы у вас был какой-то эффект выстрела, да? То есть, чтобы это чувствовалось, что это какой-то выстрел. Так вот, мы сейчас с вами сделаем то, что когда мы будем, например, стрелять, ну, соответственно, у нас будут спавниться патроны, они будут летать, но когда они будут куда-то попадать, они будут, например, когда он попадает у нас в стену, да, будут там кусочки стены такие отлетать, то есть у нас будет видно, что мы в нее попали, именно попали в нее. Когда мы попадаем, например, в человека, там кровь будет. Так вот, давайте сейчас мы это и попробуем сделать. Кто знает, как это делать, наверное, многие, возможно, знают, кому это интересно, посмотрите, ребят, действительно, это очень, так скажем, предоставляет игре такой эффект, и иногда даже, когда делаешь сам игру, сидишь и залипаешь просто в то, как она попадает в стену и отлетают какие-то кусочки, у самого такое было. Давайте приступим. Для этого нам нужно будет создать, прежде всего, добавляем на сцену объект маус, потому что в прошлых уроках я его не добавлял, ну вот в последних двух, в этом добавьте, если вы будете использовать вот эту сцену. Если же у вас все это готово, то вы, в принципе, можете пропустить создание стрельбы, я потому что сейчас быстренько создам, так как я тот урок, к сожалению, потерял. Добавляем, чтобы наш персонаж постоянно следил за нашей мышкой. Towered Position, Mouse X, Mouse Y. Принять. То есть теперь наш персонаж будет постоянно крутиться за мышкой. Добавляем переменную Gun, так же, как мы делали это в первых уроках. Вот она у нас готова. Добавляем на нашу сцену автомат, то есть чтобы, когда наш персонаж с ним взаимодействовал, я подготовил такой вот АК-47 нарисованный. Уменьшаю его до размеров примерно вот таких вот. Давайте так немножко повернем и кладем его сюда. Называем, соответственно, АК-47, пускай будет так. Так, делаем следующее. Когда наш персонаж взаимодействует с нашим автоматом, тогда наша переменная System устанавливается на единике. Очень здорово. Делаем следующее. Если наша переменная равна единице, добавляем следующее под событие, как бы под это действие, когда она будет равна единице после взаимодействия, то при нажатии на левую кнопку мыши наш персонаж будет спавнить пулю. Сейчас я пулю создам, создаем обычный спрайт, берем кисть, пускай будет такого цвета, пока без разницы, ребят, потом можете переделывать, как вы хотите. Устанавливаем центр по центру, уменьшаем нашу пулю, ну не до нуля, конечно, ну где-то, например, до 5 пикселей, 5 на 5, и задаем ей поведение bullet. И также советую вам добавлять поведение Destroy Outside Layout, то есть если пуля улетает за Layout, то она автоматически уничтожается, это не будет напрягать, так сказать, сцену и саму игру. Значит, когда мы кликаем на нашу левую кнопку мыши, то наш персонаж спавнит нашу пулю. Пули пока будут спавниться у меня из, прям, так сказать, из головы персонажа, я не буду делать анимацию пока, просто этот урок не об этом, так скажем. И сделаем так, чтобы наша пуля называлась bullet. Скорость у нас стоит 400, давайте посмотрим, что получилось. Вроде бы со стрельбой все готово. Так, вот мы с ним взаимодействовали, надо будет поставить, чтобы он уничтожал, чтобы это проверять. И вот мы можем стрелять, да. Пули летят медленно, да и как будто бы это не пули, а просто, я даже не знаю, как это назвать. То есть, ну, я не знаю, я могу обгонять, наверное, свои пули, нет, обгонять, конечно, не могу. Давайте же это исправим. Прежде всего мы поставим, чтобы наш спрайт уничтожал, то есть, когда наш персонаж взаимодействует с автоматом, наш автомат, destroy, уничтожается. Теперь мы будем наглядно видеть то, что мы с ним все-таки взаимодействовали, а не просто прошли под ним. Настроим же полет нашей пули. Давайте поставим, например, в 5 раз больше 2000. Ребят, после того, когда вы настраиваете какую-то скорость полета, может быть, где-то какое-то исчезание, появление, всегда после каждого действия я вам советую сразу это проверять. По причине того, что потом вы можете просто про это забыть, и это придется долго искать. Вот мы взяли наш патрон. Пули летят довольно-таки быстро. Можно даже немножко уменьшить. Я поставлю где-то 1800. Этого будет достаточно. Теперь нам нужно создать сам этот эффект попадания. То есть, когда мы попадаем, что-то должно происходить, правильно? Мы же не можем стрелять сквозь здания или попасть в здание и оставить здание невредимым. Давайте сделаем, так скажем, чтобы, когда мы попадаем, то появлялся какой-то эффект попадания, ну, как будто бы что-то от здания отлетает. Делается это очень просто. Мы создаем партикл, то есть, частицы. Сейчас у нас здание красное. Этот объект даже, наверное, нельзя назвать его зданием. Мы создаем, ну, пускай, например, будут они вот такого вот цвета. Да? Так, сейчас давайте подберем что-нибудь эдакое. Ну, вот, пускай будет так. Можно было ли уменьшить этот спрайт, то есть, сам вот эту вот зону, например, давайте сделаем ее 10 на 10, чтобы она не выглядела такой огромной, тут у нас на сцене. Ну, ее, конечно, не будет видно. И переходим к работе с этим партиклом. Тут его настройки мы видим. И что же нам в них нужно будет изменить? Прежде всего, это поставить, чтобы она не постоянно у нас, как бы, работала. Давайте я вам покажу. То есть, сейчас, видите, они спавнятся постоянно. Ну, это нам не нужно. Нам нужно, чтобы они один раз, как бы, выстрелили и все. Поэтому мы ставим ваншот, то есть, один выстрел. Здесь мы можем указать скорость и размер. Так как мы делаем игру маленькую, поэтому размер пули у нас 5. Мы поставим рандомный размер. То есть, сейчас мы здесь ставим размер максимальный 5. Здесь у нас есть сайт рандомайзер. Рандомайзер, то есть, когда она будет спавниться, этот вот кусочек, так скажем, пули, вернее, не пули, а нашего здания, он будет появляться рандомный. Давайте сделаем максимально 5. И чтобы у нас появлялось не 50 частиц, а пускай будет 6. Это у нас сохранилось. Далее, значит, что мы смотрим. Давайте пока мы оставим все так и проверим, как у нас это будет выглядеть. Ну, прежде всего, наверное, x и y рандом тоже давайте поставим где-нибудь 50 и 50. Сейчас я вам объясню, для чего. И делаем, значит, у нас в событиях следующее. Если наш буллет взаимодействует с нашим красным зданием, ну или каким-то другим объектом, то наша пуля спавнит наши частицы, то есть particles. А сама пуля у нас уничтожается. Дальше она у нас сквозь здание прилетать не будет. Давайте посмотрим, что у нас из этого вышло. Мы подбираем наш автомат. Стреляем. И, как вы видите, да, получаются кусочки, но они все летят у нас в ту сторону. То есть нам надо будет настроить еще угол, чтобы угол был у нас тоже рандомным. Рандомным, либо в обратную сторону. Да? Наверное, лучше в обратную сторону. Давайте же мы это сделаем. Сейчас, одну секунду. Мы открываем, значит, Angel. У нас стоит 0. И AngelRandomizer нам нужно будет поставить, ну, наверное, где-то поставим на 180. Вот так. Поставим наш Time Out, то есть когда эти частицы будут исчезать. То есть вы видели, наверное, я стреляю, они потихоньку-посихонку исчезают. Можно сделать, чтобы они, когда проходит, они не исчезали, а когда проходит секунда, они резко пропали. То есть без, без вот этого вот эффекта пропадания. Ну, я оставляю всегда так. Поставлю просто полсекунды, чтобы они существовали, эти частицы. Ну и, в принципе, наверное, оставим все остальное так же. Можете потом поэкспериментировать с этим делом. Вот я подбираю автомат, вот я стреляю. И то есть когда я куда-то попадаю, у нас спавнится именно в том месте, куда мы попали. То есть Angel, конечно, надо будет убрать. Видите, я поставил 180, и они, как бы, ну, так сказать, появляются. И все время на одном месте, никуда не отлетают, ничего такого. Давайте поставим Angel Randomizer. Опять вернем его, наверное, на 0, пускай будет 0. А тут попробуем поставить 180. То есть это в самом свойстве объекта. Тогда он у нас должен будет спавнится, как бы, назад, так скажем, да? Хотя нет. Так, так, так. Делайте это следующим образом. То есть, в принципе, эти настройки вы можете не трогать. Я просто думаю, это будет попроще. Делаем через следующее. То есть, когда наш партикл создается, то есть он креет, тогда партикл set Angel 180. Ровно назад на 180 градусов. Проверяем. Берем наш автомат. Ну, опять же, по скорости пули, да, я вам говорил, ребят, регулируйте. Видите, я когда стреляю, пули попадают в здание, но она не всегда уничтожается вовремя из-за большой скорости. Поэтому наши пули, они немножко пролетают туда. То есть, есть такой небольшой эффект попадания. Эффект попадания, этот, его можно сделать еще меньше, а можно сделать еще больше. То есть, видите, да, у нас частицы появляются большие. Большие частицы, это, ну, не очень красиво, поэтому заходим сюда, ставим размер здесь 2. Рандом размер тоже ставим 2. И x рандом и y рандом уменьшим до 25. Ну, вот это уже что-то более, мне больше такое нравится. Да, то есть вот мы сейчас попадаем. А у нас все происходит так, как нам нужно. В принципе, можно даже вот это вот не создавать, если вы делаете маленькие осколочки, то, ну, это не так будет заметно, то, что они летят у вас в разную сторону. Но эффект попадания, он все равно есть. Я думаю, что со мной каждый согласится, то, что, когда есть вот этот вот эффект, то, что мы попадаем по этим стенам, ну, блин, это намного лучше смотрится. Намного лучше смотрится. Особенно, если таким же эффектом делают, например, попадание во врага. Давайте, для примера, быстро я вам создам сейчас, например, синего, да, пускай он будет синий враг. Синий враг. Смешно звучит. Мы сделаем его тоже маленьким. Назовем его enemy. Он не будет двигаться, он будет просто стоять. И создадим наш вот этот спрайт, например, красным. Да, чтобы он был красным. И сделаем то же самое, только когда пуля попадает не в этот бэкграунд, а попадает в нашего врага. Так, все, мы идем, берем наш автомат. Мы стреляем. Так, надо еще попасть. Вот, то есть, видите, когда мы попадаем во врага, видно то, что мы в него именно попадаем, а не просто, так вот сказать, трогаем. Вот, видите, из-за большой скорости пули просто мимо пролетают. Но это все нужно регулировать. Вот, то есть, вот эти вот, так сказать, маленькие кусочки, но они добавляют такой вот, игра становится какой-то более насыщенной, что ли. Более насыщенной, наверное. Ну и, соответственно, то же самое мы возвращаем в наш дом, когда мы попадаем. Копируем просто и ставим tilt background. Конечно, можно настроить, например, когда попадает в дом, там, одного цвета осколки, там, в дерево, там, другого. В врага, соответственно, там, красная, да, как кровь. Тут я просто сейчас уже поставил одно и то же теперь будет. Экспериментируйте, ребят, делайте. Возможностей здесь очень много и создать действительно хорошую и увлекательную игру на этом движке. Возможность также есть. И еще что хотел вам сказать. Почти создана группа ВКонтакте. Скоро я вам скину на нее ссылку, наверное, в следующем уроке уже точно это все будет. И в следующем уроке я вам покажу урок, вернее, эффект замедления времени. Помнишь, когда-то, наверное, кто-то помнит, может быть, кто-то не знает, игру Max Payne, там было замедление времени. Вот я хочу попробовать показать вам, как сделать такое на этом движке для игры TDS. Тоже эффект получается довольно-таки классный, я уже пробовал, для вас покажу. Ребят, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.